Утвердили прожиточный минимум для пенсионеров, расширили круг лиц, которым положена компенсация расходов на капитальный ремонт и согласились с решением председателя досрочно сложить полномочия. Повестку очередной 24-й сессии Государственного Совета Чуваши нельзя называть стандартной. Но обо всем по порядку. Жаркое, пожалуй, это самое подходящее определение для очередной 24-й сессии Государственного Совета Республики. Один из первых вопросов – прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Согласно федеральному закону, каждый регион страны ежегодно до 1 ноября должен определить сумму и довести ее до Пенсионного фонда страны. Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионеров Чувашской республики в размере 7953 рубля. Данная величина рассчитана на основание потребительской корзины, индекса потребительских цен на 2018 год. На продукты в величине прожиточного минимума отводится 50%, то есть почти 4000 рублей, посчитали депутаты. Парламентская оппозиция тут же припомнила министру высказывания по этому поводу его уже экс-коллеге из Саратовской области. Определение величины прожиточного минимума нужно как раз для того, чтобы пенсионеры, чей доход близок к минимальному, получили от государства дополнительную поддержку. К примеру, в виде субсидий на оплату услуг ЖКХ парировала председатель комитета по бюджету финансовым налогом Альбина Егорова. И если затянуть с решением, из федеральной казны в Чувашию могут не поступить 672 миллиона рублей. Действительно, сегодня никто, наверное, на такой вот прожиточный минимум не может прожить. Минимальный прожиточный минимум – это тот минимальный набор продуктов, услуг, который нужен для того, чтобы просчитать, рассчитать полностью социальные доплаты к пенсиям на уровне Российской Федерации, на уровне Чувашской Республики. Большинством голосов законопроект принят в двух чтениях. Впрочем, был в повестке дня и вопрос, который поддержали почти единогласно. Это расширение перечни лиц, которым положена компенсация расходов на капитальный ремонт. Разные меры поддержки предлагаются предоставлять собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, и туда добавляется, или неработающих инвалидов первой и второй группы. Из того, что вышло за рамки традиционной повестки дня. В Комитете по социальной политике сменился заместитель председателя. Вместо Григория Данилова занял его однопартиец, член фракции КПРФ Александр Андреев. И, пожалуй, главное кадровое решение. Председатель Госсовета Валерий Филимонов покинул свой пост и сложил депутатские полномочия. По его словам, в связи со сменой места работы. Экс-спикеры и депутаты поблагодарили друг друга за работу. Временно исполнять обязанности председателя будет член Президиума Альбина Егорова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ставили не оценки, а только зачет или незачет. А какой закон приняли бы вы? В этот раз этот вопрос мы задали учителям 2-й Чебоксарской гимназии. Их ответы мы обсудим с депутатом Государственного совета, ректором Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева Владимировым Николаевичем Ивановым. Здравствуйте. Добрый день. Итак, мы подготовили нарезку. Давайте посмотрим. Есть ситуация, которую невозможно сейчас уже не замечать, которая стала очень актуальна. И эта ситуация с запахом в городе Чебоксары. И я так подозреваю, что ситуация эта может решиться только тогда, когда определенные органы, наш госсовет или другие структуры примут соответствующие меры о том, чтобы предприятия несли ответственность за то, что такой запах в городе Чебоксары есть. И очень неприятно, особенно неприятно перед гостями республики. Ну что ж, мы все помним, что этим летом в городе пахло не только цветущими липами. Вот как вы думаете, что делать в таком случае, что депутаты могут сделать в госсовете? Ну, приятно, что людей это беспокоит. Вы помните проблемы, вопросы, связанные с утилизацией мусорок. И оно до сих пор актуально. И спасибо, что правительство Российской Федерации, в том числе и правительство Чувашской Республики, приняли очень важное решение по утилизации мусора, сбору его и утилизации. И здесь Чувашская Республика, мне так кажется, показала очень хороший пример, построив новочебоксарские станции, которые обрабатывают, перерабатывают мусор. И безотходный производство сегодня это возможно. Но другая тема связана с утилизацией отходов, производства, особенно животноводства. Эта тема тоже волнует горожан. И в этом году мы все почувствовали несовершенство не только законодательства, а еще несовершенство самих технологий переработки. И здесь первое необходимо, что сделать. Понятно, будут уже сочетаться законы, связанные с использованием биологических ресурсов и их утилизацией. И второе важно. Сами производства технологий должны меняться. И здесь нужно дать время предпринимателям, в том числе крупным производителям, которые должны внедрять эти технологии. И здесь, мне кажется, очень важным является поддержка предпринимателей в решении экологических вопросов. То есть нужно некоторый промежуток времени, в течение которого предприятия могли создать у себя такие производства. И то, что сегодня штрафуют этих предпринимателей и производителей сельхозтоваропроизводителей, это тоже не самый лучший вариант. Конечно, штрафы должны быть, но надо дать возможность сделать современное предприятие с хорошим выходом продукции и не загрязняющую обстановку. Я думаю, от депутатов тоже много здесь зависит. Спасибо. Следующий вопрос. Если вы, наверное, станете депутатом, я бы, наверное, предложила, как учитель, который работает 6 дней в неделю, вести во всех образовательных учреждениях нашего города и республике 5-дневную рабочую неделю, так как я знаю, что многие школы уже перешли на этот режим. Вся проблема, даже задача в том, чтобы, а, не допустить перегрузки школьников, потому что, сокращая количество учебных дней, мы можем увеличить количество часов, тем самым увеличится нагрузка на наших детей. Это тоже небезопасно. И здесь переход на 5-дневную рабочую неделю – это решение, которое принимается или на муниципальном уровне, или на уровне самих образовательных организаций. В частности, многие школы Чувашской республики это сделали. Для этого пересмотрели, а, учебные планы, б, расписание занятий. Соответственно, это делается по согласию, по заявлению родителей. Здесь важно ребенку дать еще после уроков заниматься творчеством во второй половине дня. Вот Ольга как раз хотела сказать, что действительно есть у нас кружки, да? И если с точки зрения учителей я понимаю, почему они хотят работать, как, можно сказать, как люди, да, 5 дней в неделю, но, тем не менее, если смотреть в пользу ученика, то это не всегда плюс. Ну вот, я-то поэтому думаю, не нужно его вот таким одним махом решать для всей Российской Федерации, тем более Чувашской республики. Самое главное – все-таки по потребности ребенка и желанию родителей. Итак, следующий вопрос. Я опросила несколько своих коллег, и, в общем-то, несколько из них предложили, столкнулись с такой проблемой, что коммунальные платежи, когда платят, допустим, в Сберкассе, то берется комиссия, особенно за капремонт в сентябре. Поэтому предлагается обязать все управляющие компании и то ведомство, которое собирает средства на капремонт, заключить со Сбербанком, например, обязательный договор, чтобы брали без комиссии. Эта тема, я думаю, в перспективе потихоньку будет решаться, но до данного этапа банки тоже заинтересованы, или, по крайней мере, не могут все это делать бесплатно. То есть бесплатно по определению быть не может, потому что это вид деятельности, который предполагает затраты, в том числе интеллектуальный потенциал. Кто-то их обслуживает. Кто-то их обслуживает, конечно. И сделать их совершенно бесплатными, наверное, не получится. А сделать так для граждан, каким-то образом льготными, доступными, наверное, это задача как раз наша, и в том числе депутатов Госсовета Чувашской республики, услышать и варианты найти. А наш предыдущий преподаватель, который задавал вопрос, она опросила своих девятиклассников, своих учеников и предложила им тоже задать вопрос депутатам. Вот я выбрала самые интересные моменты. Давайте послушаем. Как ни странно, они озабочены тем, чтобы алкоголь и табак не продавали, пусть даже 18-летним, но все-таки еще очень молодым людям. Они предлагают повысить возраст. Вот такая инициатива. Пожалуйста. Мне кажется, это все-таки в первую очередь связано с воспитанием личности. Вот одними запретами сегодня, мне так кажется, трудно выработать у человека отказ от курения и отказ от употребления алкоголя. Конечно, если захотят, найдут. Да, если захотят, найдут. То есть ограничение иногда, наоборот, вызывает интерес. Но здесь, мне кажется, надо все-таки посмотреть вместе с жителями, насколько это будет оправдано. Потому что только запрет, и мы через это проходили, сухой закон и все остальное не приводит к положительным результатам. Поэтому здесь вот комплексы надо решать, рассмотреть вопрос, понятно, раз жители просят рассмотреть вопрос увеличения возраста. Но, с другой стороны, надо максимально кардинально менять отношение наше, прежде всего, общество к молодому поколению, помочь им противостоять вот этим соблазням. Ну что ж, следующий вопрос, который, мне кажется, будет особенно тоже вам интересен. Давайте посмотрим. Они предлагают предоставить рабочие места выпускникам вузов. Считают, что это важно. Многие этот вопрос поднимали в связи с тем, что у них есть братья и сестры, которые столкнулись с проблемой. Да, закончили вуз, но они находят места. Наверное, рабочие места выпускникам вузов – это слишком абстрактно. Я бы хотел вот сузить эту тему, связанную именно с деятельностью Педагогического университета. И здесь меня, что очень радует, это то, что для выпускников Педагогического университета сегодня огромное количество вакансий. То есть то, что мы выпускаем, три раза меньше, чем потребность Чувашской республики. То есть нужны воспитатели детских садов, нужны учителя начальных классов, нужны учителя иностранных языков. Вот как раз в связи с развитием системы дополнительного образования нужны педагоги для кружков и занятий. Поэтому у наших выпускников сегодня проблемы трудоустройства в целом, вакансий нет. Нет. Другая проблема – почему они устраиваются, почему они не идут в школы или детские сады? Вот это основная задача. И здесь, мне кажется, проблема заключается в том, что мы не до конца или не полностью готовим наших выпускников к предстоящей деятельности. У них есть боязнь своей профессии. У них боязнь не сделать или не состояться в профессии. Поэтому мы в этом плане уже делаем, увеличиваем количество практик, увеличиваем взаимоотношения с работодателями. И сегодня в образовательных организациях, и в том числе нашей, 10% аудиторного времени обязаны проводить работодатели. То есть директор школы сегодня приходит в аудиторию к студентам и начинает рассказывать. Воспитатель детского сада приходит, начинает у себя показывать на конкретных примерах, как надо готовиться к будущей профессии, что важно усвоить в студенческие годы. И последний вопрос, тоже мне показался интересным. Внесла бы законодательную инициативу в проект положения приема детей в первый класс. Поскольку мы, как сами работники образовательной организации, не имея регистрации, не можем, не имеем права своих собственных детей, как первоочередников, принять к себе в образовательное учреждение. В отличие, например, от других регионов, знаю, коллеги работают в Казани, в Самарской области. Да, существующая система приема в школу, особенно в первый класс или пятый, там где у нас переходы осуществляются, не позволяет сегодня директору школы брать с любой территории города Чебоксара, условно скажем. Да, только по профессии. Она привязана к территории, которая обслуживает данная школа. И вот все-таки, да, для учителей это, для их детей. Ну, я думаю, эти нормативные документы, которые нужно принимать и можно принимать на уровне муниципалитета, таких людей немного. Здесь я все-таки не вижу такой большой проблемы, его нужно обговаривать, решать на уровне школы и муниципалитета. Тут, понятно, надо законодательно его закрепить, чтобы это не было нарушением. Решение надо принять по отношению специалистам, учителям, которые нужны в той или той школе. Итак, в начале интервью я предложила зрителям такое тоже свое предложение, да, это оценки за такие творческие предметы, как изобразительное искусство, музыка, ставить не в пятибалльной системе, именно за счет, не за счет. Что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, я про систему оценивания хотел бы сказать, что пятибалльная система, конечно же, не отражает в полной мере, особенно результаты в творчестве. И вообще, вот посмотрите, система доп. образования, дополнительное образование, я имею в виду за уроками, за рамками учебного расписания, чем лучше, потому что там нет жестких оценок. Качество оценивания, оно гораздо важнее через эмоции школьника. И когда пятибалльная система, особенно по музыке, физкультуре и другим предметам, она, конечно, привязана к существующим нормативам, требованиям, которые должен учитель выполнять, его превращать, нужно все равно в конце, какую-то отметку же надо поставить. Иначе в документе образования у вас не может прочерк появиться вообще. Так, ну вот зачет, например. Зачет. Зачет тоже неплохая система. Я к чему веду разговор. Вот нужно все-таки переходить к многобальной системе оценивания. По всем предметам. По всем предметам. И это, мне кажется, более интересная перспектива. И прежде всего в творчестве, где ребенок может раскрыться или не раскрыться, или у него еще способности не раскрылись. То есть уроки, занятия, как музыка, как живопись, как еще какие-то виды творчества, они, конечно, требуют безоценочной или зачетной зачеты, или, по крайней мере, системы оценивания качественной. То есть результат вдохновляет преподавателя и ученика, или он сегодня огорчает. Если вот вы, депутат Госсовета, ректор Большого университета, придерживаетесь такого мнения, как вы думаете, возможно ли это вынести на уровень хотя бы нашего региона, или, может быть, пойти законодательные инициативы в Государственную Думу? Ну, далеко ходить не надо, я просто приведу пример, что в Ядеринской национальной гимназии, где я долго работал замдиректора, у нас была десятибальная система оценивания, которая потом переводилась в журнале пятибальную. То есть внутренне локальным актом образовательная организация может многобальную систему ввести. Допустим, четыре с плюсом, четыре с минусом. Это уже три оценки вместо одной. Поэтому такие системы не существуют, но они должны быть привязаны к окончательному документу. Если мы ребенка обманем в получении документа образования, это будет нехорошо. Ясно. То есть, да, пока система есть, она не меняется. Она адаптировать надо существующим требованиям. Спасибо большое. Зал заседания Государственного Совета Чувашии. Идет сессия. Депутаты выступают, голосуют, дискутируют. Все почти так же, как и у их предшественников, депутатов Верховного Совета. Выборы в его первый созыв прошли в 1938 году. По их итогам депутатами стали 29 рабочих, 41 колхозник, 26 служащих и представителей интеллигенции. 80-летие Верховного Совета отметили научно-практической конференцией. На нее собрались те, кто многие годы трудился на законотворческом поприще. Александру Петрову, председателю Президиума Верховного Совета 11-го созыва, глава Чувашия вручил орден за заслуги перед Чувашской республикой. В общей сложности я депутатом Верховного Совета Чувашской республики избирался 7 раз. Был избран депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Был заместителем, председателем Президиума Верховного Совета России. Был избран народным депутатом СССР. Проработал Верховный Совет 12 созывов до 1994 года. Ну, мне посчастливилось то, что я прошел и Верховный Совет последнего созыва 12-й созыва, 90-й и 94-й год, и вот сегодня приходится работать в Государственном Совете. Верховный Совет Чувашской республики, особенно последнего 12-го созыва, он подготовил всю нормативную базу для дальнейшей работы Государственного Совета 1-го созыва. Были утверждены и приняты государственные символы Чувашской республики и много-много-многое другое. Одно из отличий Верховного Совета от нынешнего Госсовета – количество депутатов. В советское время их было в два, а то и в четыре с половиной раза больше. В Верховном Совете у нас было 200 депутатов. Наверное, трудно было председателю Верховного Совета управлять таким количеством депутатов. В общей сложности Верховный Совет определял развитие региона более полувека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова